Что общего у Макса Барских с Виагрой? Кому артист ходит на Оливье грустными вечерами? Певец по счастливой случайности оказался в Алматы, и мы не упустили возможности с ним пообщаться. Макс Барских снова стал бить хит-парады. Последний раз певец был у всех на слуху три года назад во время проекта Z-Dance. Музыка звучит в последний раз, раздевает мир и свет вода. «Хочу танцевать», «Подруга ночь» и «Хлоп-хлоп-хлоп» – песни, которые вернули певца в топ-чарты. Тут и тур нарисовался. Стартует 21 октября. Первый город будет город Херсон. Это мой родной город, в котором я родился, вырос. Я буду выступать там впервые в большом киноконцертном зале «Юбилейный». В этом зале я когда-то бывал в качестве зрителя, когда я был очень маленький, и всегда мечтал выступить там. В общей сложности артисту предстоит выступить в 30 городах и 6 странах. Активная смена обстановки его никак не смущает, так как живет он на две страны – Украину и США. К слову, в Штатах певец не скучает. Помимо неиссякаемых источников вдохновения, там есть уголок родной Украины в лице Анны Седоковой. Я приходил к ней на оливье. Я как раз тогда соскучился по украинской кухне, и она как раз готовила оливье очень вкусное. Помимо дружбы с экс-Виагрой, в барских теплых отношениях и с нынешней солисткой группы Мишей Романовой все таблоиды пестрят у пары Роман. С Мишей нас связывает целая жизнь. Мы с ней знаем друг друга еще с 9 класса. Пели дуэтами в школах, сначала потом поступили в университет в один. Я даже писал ей песни, мы собирались создавать проект. Была любовь или нет, Макс так и не сознался. Все о работе, да о работе. Но что касается собственного творчества, у певца очень важный посыл к слушателям. После альбома по Фрейду, который он считает очень личным, барских понял, что на самом деле нужно людям. Сейчас как бы мы живем в мире, когда и так очень много грусти, очень много печали, и людям не совсем хочется сталкиваться с грустной эмоцией. И я начал понимать, что нужно приносить в мир более позитивные эмоции. Поговорили и про Розу Рымбаеву. Барских познакомился с нашей Примадонной во время прошлого визита в Казахстан. И, видимо, следит за творчеством народной артистки. Я знаю, что она в этом году отмечает юбилей, 40 лет на сцене. И, кстати, пользуясь случаем, хочу пожелать вам как минимум еще 40 лет быть на сцене и радовать слушателей потрясающими песнями. В следующем году Макс Барских пообещал приехать в Казахстан уже в рамках нового гастрольного тура. Виолетта Тельманова, Ерлан Абдуалеев, Новости Ревю.